Как-то раз мне приснился сон. В этом сне высокопоставленный церковный служитель, причем самый главный, я не помню его имя, оно из времен Мефодия, но не Мефодий, какое-то другое, с удвоенной L на конце, по-моему. Катался на яхте, очень большой и красивый, и я подумал, во сне подумал, херня, думаю, какая-то, такого не может быть, такое может быть только во сне. А следом мне приснился сон, ну знаете, да, во сне бывают разные сны снятся одновременно, следом мне приснился сон, как слуги народа, представляете, стали царями, потому что просто этого захотели и наплевали на все. Я прямо проснулся и думаю, не, ну это полная хуйня вообще, такого точно быть не может, такое возможно только во сне. А теперь вот не понимаю я, проснулся я до конца или нет? А у вас нет такого чувства? Горит Сибирь, это точно не сон, это подтверждают снимки с космоса. Колоссальная территория горит по объемам, уже сгорело более, по-моему, 30 миллионов гектар, а в данный момент находится в огне, объято огнем, 3 миллиона гектар. Это какие-то беспрецедентные цифры, и представить их, наверное, ну вот так вот, чтобы прям понять, сколько это, нереально. Ну, типа ощутить. Цифры-то понятно, да, но вот ощутить невозможно. Это просто колоссальные цифры, колоссальные. Нам говорят, что душить это экономически нецелесообразно. И на этот счет Дюрант запилил отличный мем. И, как говорится, мем-то смешной, а ситуация страшная. Ведь что вообще значит экономически нецелесообразно? Как вообще здоровье граждан, которые дышат отвратительным смогом, которые уже на протяжении достаточно продолжительного времени нависают над такими городами, как Красноярск, Томск, Кемерово и так далее. Как вообще в такой ситуации словосочетание экономически невыгодно может звучать? Разве может быть что-то, имеющее отношение к экономике и к выгоде, когда под вопросом стоит благополучие твоих граждан? Наверное, я что-то не понимаю. Ну, я вообще на самом деле туповат, глуховат, плохо вижу. И ничего не понимаю. Поэтому, наверное, мне и кажется это странным. Там-то ребята явно шарят. Че говорят и че делают. А мы так. Ну, за вас не буду говорить. Но вот я-то точно ничего не понимаю. Видимо, экономически выгодно прощать долги Узбекистану в один миллиард рублей. Ну, куда этот миллиард деть? Ну, точно не на тушение леса, достояние страны. Точно не на это. Причем, знаете, катастрофа-то стала не только нашей, ну, типа российской. Она стала мировой. Ведь такое количество территории сгоревшей, она уже не может как бы просто так бесследно пройти для всего остального мира. Но, тут надо отметить и развеять истории о теориях заговора. Просто некоторые люди уверены в том, что если не верить одной пропаганде, то начинать надо верить срочно в другую. На самом деле, ни та, ни та до конца, наверное, с нами не честна. Я думаю, что истина где-то рядом, как говорится. Между двух узлов. Ибо и тем, и другим выгодно. Но информация о том, что, мол, там незаконно вырубали лес и поэтому его подожгли. Вы только вдумайтесь, каким надо быть уебаным, чтобы это сделать. Ну, только вдумайтесь. Просто вдумайтесь, на сколько степень. Ну, это вообще, блядь, просто стена вырубала лес. И потом его подожгла тогда. Там вообще интеллекта просто ноль. Но одновременно с этим горит лес еще и на Аляске, и еще в некоторых местах. Я не думаю, что эти ребята настолько оголделые долбоебы, что, ну, скажем так, профессиональные долбоебы. Чтобы скрыть свои следы, побежали еще и на Аляску, и там еще подожгли, и где-то еще. Это смешно, на самом деле. Это природа. И природа в очередной раз показывает нам, насколько она могущественна. И насколько ей абсолютно похуй, что там у нас там, какие технологии, еще что-то. С другой стороны, вы знаете, когда в 2010 году в Москве горели торфяники, с тех пор есть некие группы быстрого реагирования в Московской области. Если вдруг что-то возгорает и имеет потенциальный характер опасности, да и вообще, в принципе, что-то там возгорает, то моментально и быстро все это дело решается, тушится, и никаких проблем нет. Вот когда загорелась Сибирь, а я думаю, что это именно так и было, что просто забили хуй или даже не обратили на это внимание. Ну, у нас так бывает. Вот. И вместо того, чтобы вовремя среагировать или сделать хоть какие-то попытки предпринять, в общем-то, для того, чтобы это все дело потушить, у нас как бы, ну, да, нормально все будет. Типа, может быть, надеялись на дожди, может еще на что, но, к сожалению, этого ничего не произошло, к превеликому сожалению, дожди, видимо, были не такие сильные, или их вообще практически не было. В общем, все это дело разрослось до тех масштабов, до каких разрослось. И, ну, наверное, наверное, мы действительно сейчас уже ничего сделать так и не можем. Просто не можем. У нас нет надлежащих технологий. Максим Галкин сказал, что у нас нет денег, то есть мы типа, если сложимся, все сложимся, то у нас не хватит денег. Вот, ну, хуй знает, Максим, хуй знает. Вот вы, видимо, не так богаты, как простой народ. Вот, но думается мне, что можно было бы что-то придумать, в общем-то. Ну, да ладно. Вот, и, знаете, вот показательная история с народом. Не так давно в Иркутской области затопило много чего, и люди, простые люди, вызвавшиеся стать волонтерами, собирали какие-то, ну, в общем-то, собственно, какую-то помощь, да, медицинскую, продовольствие, одежду, в общем, то, что могли и чем могли помочь. Все это упаковывали в различного рода посылки и отправляли нуждающимся. Вот, а посылки эти приходили с удивительной наклейкой удивительной партии. Волшебство. Волшебство. Вот, но это к тому, что сложиться-то можно и помочь можно. Есть видео в интернете, где, не смогу, наверное, сейчас его вставить и найти, но есть видео, где мужчина на рынке просто пришел и сказал, что вот так и так давайте хоть как-то поможем людям, которые оказались без жилья, без крова, без всего. И торгующие, торгаши на рынке начали просто собирать с прилавков какие-то шматье какое-то, все это дело закидывать в сумки и отдавать. То есть, наверное, если сложиться, если сплотиться, что-то может произойти. Наверное. Наверное. Вот. Что касается Сибири. Мне очень жалко, на самом деле, людей, которые всей этой хуйней дышат. Ну, правда жалко. Они ничего с этим сделать не могут. Им никто не может помочь, получается, да. Там какие-то локальные тушения происходят, но в целом-то ничего толком не происходит. Они все еще продолжают этим дышать. Жалко очень животных, которые попали в эту ситуацию и в прямом смысле этого слова сгорели. Это ужасно. Даже представлять не хочется, какие муки испытывает живое существо, когда горит заживо. Все это ужасно. И я бы хотел узнать ваше мнение на этот счет. Обязательно пишите комментарии. Обязательно говорите, что вы об этом думаете. Может быть, я один ничего не понимаю. Может быть, есть кто-то еще, кто ничего не понимает. Кто-то еще, кто ничего не слышит. Кто-то еще, кто ничего не видит. Может, тоже есть люди, которые невнимательные. Невнимательные, как я. Вот. Не знаю, мне на самом деле больше нечего сказать. Я в печали, если честно. Потому что достояние... Это же достояние наше. Как и медведи, как водка, так и деревья. Это наша отличительная черта русского духа. Как Гришковец говорил, когда едешь в поезде и смотришь в окно, с одной стороны деревья вот так, с другой вот так. И только русский человек может сказать, какая красота. И ведь правда красота. Красота, на которую сейчас, даже если сейчас, прогнозируют уже люди, которые в этом деле хоть что-то понимают, говорят о том, что даже если сейчас начать засаживать всю эту сожженную территорию, потребуется очень много лет для того, чтобы восстановить. Там что-то цифры про 70 лет уже слышал я. Могу ошибаться. А ведь там как бы редкие деревья есть. Большие, красивые, классные. И они не только выполняют функцию красоты, да? Они еще и полезны достаточно. Трагедия, что я могу сказать? Трагедия. Трагедия, с которой вовремя не справились, и все пошло по пизде, как обычно и бывает. Очень жаль. Очень жаль. Напоследок я хотел бы еще кое-что добавить касательно животных. Просто на фоне того, что там гибнут животные, я еще и натыкаюсь иногда на различного рода фотографии, связанные с перевозкой животных для цирка. И, как правило, это отвратительные условия. Еще, наверное, дохерище, чего мы не знаем об этих условиях, потому что не все попадают в объектив камеры. Недавно я видел, как перевозили слонов в какой-то цирк. Это были какие-то узкие контейнеры, где животным вообще не было никакой свободы. Они стояли на полусогнутых и, очевидно, чувствовали себя далеко не из высших пород, скажем так. Это бедные, загнанные животные в стрессе находящиеся, которые совершенно не понимают, что происходит, блядь. Ведь они должны жить в дикой природе. Я призываю вас, если вдруг вы планировали в ближайшее время пойти в какой-то цирк или зоопарк, забудьте эту идею. Не спонсируйте этих уебков, а я по-другому назвать их не могу, потому что они банально наживаются на мучениях животных. Не думаю, что хоть какое-то животное, которое было не в неволе выращено, а которое было выращено в дикой природе и вероломно спичено оттуда, вряд ли оно понимает вообще, на кой хуй оно этим занимается. И если братья запашные мечтали, наверное, с детства быть тем, кем они стали, то их подопечные вряд ли. Я не думаю, что у медведя была хоть когда-то хоть какая-нибудь цель, хоть у одного покататься на велосипеде. Я уверен, что дрессировка – это процесс очень грубый и вряд ли имеющий хоть какое-то отношение к вежливости и чему-то еще. Уверен, что есть люди, которые имеют невероятную выдержку и относятся с уважением к животным. Они всегда были и есть. Да, это 100%. И животные их любят наверняка. Но такой процент, я более чем убежден, очень мал. Плюс ко всему срываются все, даже самые хорошие. И я просто не вижу никакой вообще целесообразности в том, чтобы смотреть на то, как животное делает то, что делать не должно. Это все равно, что если человека посадить на… Есть замечательный фильм, называется «Бивень». Его снимал Сэм Стэнсмит, или как его зовут, Господи? В общем, молчаливый Боб его снимал. Там еще Джонни Депп в таком гриме интересном. Так вот, там человека превратили в моржа. В прямом смысле этого слова. Сначала отрезали ноги, потом его сделали максимально похожим на моржа. Вот, вырвали язык, чтобы он разговаривать не мог. И впоследствии он просто с этим дерьмом смирился. Он стал моржом. Вот, и там показывается, насколько ему там больно, страшно. И все это ужасно на самом деле, да? Вот, и это примерно то же самое. То есть взять и заставить животное делать то, чего оно делать, в принципе, не должно. Не спонсируйте эту хуйню. Забудьте про это. Никогда, блядь, не ходите ни в какие цирки. Насчет зоопарков не знаю, но они тоже сидят за клетками, и вряд ли они там испытывают какое-то удовольствие. Вот есть заповедники, более-менее приближенные к какой-то там атмосфере дикой природы. Вот туда смело можно сходить. Да, они не так доступны, есть не везде, но оно того наверняка стоит. А если вам хочется посмотреть прямо совсем на животных, так пиздуйте в дикую природу, посмотрим, как у вас там что получится. Вернетесь ли вы оттуда живым, скажем так. Вот. Пишите обязательно комментарии, ставьте... Да, можете и не ставить, в принципе, тут... Это не про то выпуск совершенно. А колокольчик там, подписочка. В общем... Будьте нормальными, друзья. Будьте человечными. Мне кажется, что в современном мире все, что хотят простые люди, это чтобы их слышали, да, и уважали их мнение. Это все, что мы хотим. Потому что все люди и все все понимают. Реально. У всех есть косяки. Мы все подвержены грехам. Тем или иным. Мы все слабы. И это нормально, потому что мы люди. Мы несовершенные. Мы учимся на своих ошибках и на чужих в том числе. Но неужели нельзя быть человеком? В первую очередь. Ведь ты человек. Как-то так. Как-то так. Это правильно. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!